Мы продолжаем рассказывать о спортсменах рэгбийной команды Енисей СТМ. Как волейбол помогает играть в регби. Прямо сейчас очередная серия проекта «Вызов Енисея». Здрасте. На голове у игрока рэгбийной команды Енисей СТМ Валерия Морозова шапка. Так зовут малышку енота. А рядом сегодня, да и последние два года, любимая девушка Аня. Как жена декабриста отправилась за спортсменом жить в Сибирь. Познакомились в Зеленограде еще, когда я там играл. Встретились в первый раз, даже внимания друг на друга не обратили. Это не легко было. Уехать в Красноярск далеко. Сама я вообще из Украины. Он даже спросил разрешение у моего папы, можно ли меня запросить. В Красноярске москвич почти год. На днях вернулся с игр сборной. Сейчас несколько дней выходной и снова на поле. Свободное время Валера проводит в спортзале. Это его единственное хобби. С детства у меня вообще родители всегда таскали в спортзал. Пока сами тренировались, я там маленькие гантельки катал. Аня любит всякие выставки животных. Конечно, угадали зоопарком. Ходим по всем выставкам, всех собачек, кошечек, всех. Сейчас Валерий 22. С 7 лет занимался волейболом, но для этого спорта роста в 191 сантиметр оказалось недостаточно. Я понимал уже, что я закончу только спортшколу максимум. То есть мне было легко, допустим, после волейбола начинать какой-нибудь новый вид спорта. Чувство мяча появляется. Так Валера и оказался в элитном регби. Быстро влился в команду. Сначала играл с проходными соперниками. И вот 11 ноября успешно дебютировал в составе сборной России в Кубке наций. Есть в жизни Валеры один человек, который не пропускает ни одной игры. Это мама. Она приезжает на игры, то есть бывает, мотается по России, чтобы поболеть за меня. Большое спасибо ей за это. Она всю жизнь болела за меня активно. Все ее слышат, все ее знают, поэтому. Ну давай, давай, давим, давим, давай, давай! С мамой Валеры мы познакомились еще на первом матче Кубка вызова в Москве. Очень переживаем, очень невозможно просто. Валера под 17-м, но он пока не вышел. Еще молодой, в принципе, еще только набирается опыта. Очень надеюсь, что принесет пользу команде. Команда суперзамечательная. Я счастлива, что мой ребенок играет в этой команде. О том, что перед нами не просто мама-рэкбиста, а ту же спортсменка, мы узнали только потом. Ну и сын уже не первый год играет. Хотелось бы хоть немножко разбираться. Вот мой ребенок бегает. Но он побежал переодеваться, сейчас выйдет на игру. Все здорово. В моменты, когда комментатор объявлял победу СТМ над английским вустером, сын Оксаны был на поле. В семье Ворозовых признается регбист. Спортивная дисциплина и поддержание хорошей физической формы всегда было на первом месте. Мама сейчас у меня учитель физкультуры в школе, а отец у меня телохранитель. Буквально два года назад я только мечтал, как бы смотрел на этих ребят с трибуны. Не знал никого. Мне хотелось очень попробовать хотя бы потренироваться с ними. По общей физической подготовке я не отставал. Но в плане игры, в плане стратегии, тактики, в плане новой позиции игровой для меня было очень тяжело. Потому что, можно сказать, с любительского уровня я сразу перепрыгнул на такую ступень. Впереди у Енисея СТМ третья игра Кубка вызова в Сочи. И Валерий Морозов имеет все шансы сыграть в этом матче не последнюю роль. Анастасия Прохорчук, Владимир Фетисов, 7 канал.